всем привет мы начинаем нашу программу молодежь и творчество и сегодня у нас гостях чайна ландык красавица спортсменка комсомолка владелица салона красоты ландык бьюти привет привет мы с тобой давно знакомы но телезрители знают тебя но наверняка по твоему инстаграму это сейчас тенденция пошла современного общества и поговорим сегодня наверное не только о красоте а вообще о бизнесе так как сейчас бизнес переживает нелегкие времена но так как название молодежи творчества начнем с красоты так как я считаю что красота это все-таки творчество тоже как ты пришла в индустрию красоты я пришла к этому случайно совершенно прошла курсы и издала экзамен меня пригласили и вот пошло-поехало в течение 10 лет я уже мастером работаю скажи пожалуйста что для тебя значит красота ну как как сказать красота это красота во всех смыслах этого слова и красота души красота внешне это все совокупность да да все вместе что тебя вдохновляет наводить эту красоту я обожаю свою работу вообще обожаю когда я не работаю вот тем более в такое сложное время мне наоборот сложно трудно без работы так как я свою работу очень люблю от души все делаю и не напрягаюсь наоборот хочется творить хочется красоту навести и то есть творческий человек да скорее да что ты предпочитаешь вообще из мира творчества пение танцы 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 а вы не видели нет ну не так профессионально да я люблю танцевать я видела что у тебя салонах красоты есть такие есть портреты с известным рэпером ты любишь рэп да я обожаю расскажи пожалуйста со школы еще интересуюсь меня всегда рэнби рэнби исполнители рэпер меня всегда интересовали ихний стиль вообще манера поведение их жизнь меня все что связанное с ними меня интересует поэтому нас тоже салоне такие даже наш логотип таком стиле и сама тоже так одеваюсь а почему именно тупак тупак он красавчик красивый во первых красивый он как личность он очень такой со стержнем внутренне и внешне и его рэп особенно такой смешанный с классикой тяна давай немножко поговорим о бизнесе ты из какого года ведешь бизнес и как начала я начала десятого года восемь лет я занимаюсь бизнесом у меня помимо это еще другие есть отрасли ну сегодня не будем об этом да сегодня только красоте скажи как повлияет тина твой бизнес честно из-за пандемии конечно вообще во всем мире конечно очень пострадала индустрия красоты наш бизнес первую очередь мне кажется очень сложно когда многие хотят попасть но мы не можем их принять все таки жизнь то продолжается наши мастера очень много 20 с лишним нас мастеров им же тоже надо жить зарабатывать и у них кредиты и ипотека и элементарно просто надо же есть вот очень сложной ситуации мы находимся для тех кто не знает у нас чая на председатель союза парикмахеров да да вижу даже вот записи в социальных сетях что допустим вот там-то там-то принимают нелегально двери открывают для клиенток и честно говоря название твоего салона тоже несколько раз прозвучало что ты можешь на это сказать да соглашусь пожалуй с этим я об этом говорила что у людей жизнь это продолжается и мы соблюдаем все меры то есть так как у нас площадь салона большая да у вас очень куда поэтому мы у нас соответственно маски масочный режим дезинфицирую все проветриваем и у нас тут немного народу мы только иногда вот постоянные клиенты просят вот иногда мы вынуждены выйти честно говоря я тоже не понимаю тех людей которые жалуются да потому что ты правильно отметила что у людей есть кредиты и ботеки семьи и элементарно кушать тоже надо тем более мастеров у тебя воли 20 человек да я не могу их просто так оставить и смотреть на это мы реально закрылись не работали потом уже все ситуация накаляется у людей паника поэтому соответственно мы потихонечку только свои постоянные которые проверенные там никуда не выезжал масочный режим дезинфекция всего стерилизация всех всего и вся что-то вообще можешь сказать по этой ситуации которая возникла у нас не только в россии но и в мире страшно конечно я в начале думала что это нас не коснется наверное все так думали да и давай тогда поговорим на более острые вопросы интересного и да вот тоже тот же самый instagram где очень много люди пишут вот она переделанная у нее это сделано у нее губы увеличены груди не свои она же не была такой как это относишься к таким записям как девушки друг друга осуждают за те или иные действия я к этому отношусь очень так прямо положительно хорошо если есть возможность если есть если ты хочешь если есть деньги если профессионалы есть которые готовы помочь тебе почему бы нет почему бы и нет я бы так сказала а вот эти девочки которые завидуют мне кажется просто они что же хотят они что же хотят быть красивыми успешными им я промолчу лучше потом атмосфера и она так сказал такого не будет это твое мнение почему ты должна за свое мнение бояться но я поняла твою мысль у одних девушек есть возможность быть красивыми а у других нет и поэтому эти девушки из зависти осуждают я так что я тоже так считаю а почему а почему они говорят они сделают сами а если у меня есть возможность почему вниз не не сделать если мне нравится и если этим девушкам не нравится пусть смотрят так и надо же я тоже с тобой солидарна в этом скажи у нас в республике очень много в последнее время мастеров именно я не говорю сейчас про ногти про ресницы а именно по глазам по губам даже вот я видела есть не будем назвать имя врач который даже груди делает вот что ты можешь посоветовать девушкам как нужно выбрать правильно своего врача это же навсегда да это очень серьезно и не надо бегать выбирать то есть надо выбирать специалиста который имеет опыт имеет высшее медицинское образование и если даже дорого стоит то лучше таким проверенным специалистам надо обращаться а то потом изуродуют вас потом как как вы будете жить у тебя же медицинское образование дача у меня медицинская до среда среднем и все же вернемся к творчеству у тебя не было никогда желания выступить там допустим как ажан каргист в вокальном конкурсе ну мы поняли что ты танцуешь да 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 конечно я рэп читаю читала даже вот сколько подробностей узнаем это в рамках программы когда это было да это я пошутила конечно я бы хотела попробовать почему бы нет но я я наверное больше потанцевала бы чем выступать там на вокальном какой-нибудь конкурсе а кто твой образец это подражание по жизни всем понятно что у каждой девочки это мама ну кто еще до мама знаешь последнее время меня что-то это конкретный такой конкретного человека нет очень много таких людей которые выдающийся я с каждого человека беру пример например а вот так вот можно пойти по чуть-чуть забираю с каждого человека человека чаяна а как ты относишься относишься к негативу как-то потом успокаиваешься после этого негативно негатива так скажем приходишь себя у каждой девушки наверное свои инструменты кто-то выезжает на природу кто-то садится за руль кто-то просто тупо садится с чипсами и конфетами перед ноутбуком за любимым сериалом недавно скачала f3 и я думала в жизни что я никому ничего плохого не делаю я людям у нас хорошая работа аура хорошая поэтому я думала что и люди к нам так относятся почему-то не сомневалась и тут я скачала посмотрела оказывается и такие люди есть первую очередь поняла для себя вывода сделала что и такие люди бывают надо быть начеку все равно во вторых я для себя тоже вывода сделала и это рабочая страница я работу выкладываю себя как личность и девочек своих показываю там я не вижу смысла показывать свою личную жизнь если я не показываю свою личную жизнь это не означает что у меня нету или там с кем попала я бегаю а люди по-другому думают мои близкие тоже сказали что не стоит обращать внимание это же не так мы же знаем какая ты поэтому я успокоилась иногда такие моменты бывают я успокаиваю спортзале занимаюсь то есть здоровый образ жизни надо сейчас это занимаешься ну и последнее время конечно не так часто ну я не новичок ну так я не могу сказать что я так спортсменка или как а так да немножко подтягиваю себя бывает бывает да и когда ты бегаешь там физические нагрузки нагрузки делаешь да вот всякие такие мысли плохие уходят не до этого становится поэтому я всем рекомендую девушкам которые пишут гадости чтобы они занялись собой вот такого такой энергии у меня их не будет просто на других там писать гадости специально создавать фейк страницы и писать кому-то это что же работа лучше бы занялись собой читали бы спортом занялись и вообще нашли себя в этой жизни да и сама совершенствовались в этой сфере что ты можешь посоветовать подрастающему поколению девочек девочкам сестрам я всегда даю советы если конечно если они хотят вот опять же надо следить за здоровье фигурой грамотно разговаривать это у меня конечно граммает но я над этим работаю и еще читать очень интересно конечно поговорить с тобой на эти темы и дальше и спасибо тебе за совет которые ты дала я с тобой полностью солидарно в этом нужно читать развиваться быть независимой и следить за собой а не за другим конечно чаяна желаю тебе чтобы быстрее твой бизнес пришел в норму так как мне лично очень жалко всех индивидуальных предпринимателей они переживают такие серьезные времена и молодец что заботишься о своих мастерах и заботишься она со своих клиентках наводишь нам красоту это творческая деятельность конечно пожелаем тебе только успехов в этом спасибо ты можешь тоже напоследок что-нибудь там сказать зрителям да спасибо что пригласили будьте здоровы берегите себя берегите человечность первую очередь это же сложная ситуация да вот в стране вообще вот у нас в республике это очень сложно поэтому руки не опускаем держимся мы особенный народ я бы сказала мы тувинцы мы сможем поэтому я думала что этот вирус нас не коснется почему-то мы же такие поэтому будьте здоровы друзья